Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация об акции и организаторах акций на сайте nft.tornadoenergy.ru Хоба! Приветствую всех подписчики и новые зрители, вы на канале Нерью. Сегодня хотелось бы поговорить вместе с вами о выходе новой ветки британских колесных средних танков, которые навели очень много шума буквально год назад, но в преддверии патча 1.22 об этих колесниках никто особо не говорит. Никто особо не желает их качать, никто особо с предвосхищением не покупал новые премиумные танки сор 1010 FB и в принципе никто даже не знает о концепте 5 финальном танке британских колесников. Давайте разбираться, почему же так, что не так с новой веткой колесных британских средних танков, ну и рассмотрим тактико-технические характеристики буквально вскользь каждой машины в данной ветке. А также по итогу покажу вам один финальный бой в прямом эфире в лайф режиме на танке концепт 5. Стартуем мы прокачку данной ветки, начиная с танка Круизер 4. Далее мы переходим в АЕК, некоторый вот такой вот аналог машинки с пулеметиком. Да, конечно, это не пулеметик, это полноценная пушка, но выглядит весьма несуразно, скажем так, этот танк. У меня тут даже пролагало. С ТАКХОУТ идет у нас танк 6 уровня, выглядит опять же эта каракатица весьма смешно. Вот, после этого мы получаем себе машину FSV с ЧИА. Вот такой вот танк-драндулетик, здесь у нас уже не 4 колеса, а целых 6. Выглядит тоже машинка достаточно забавная, это в стоковой комплектации, естественно, если мы там поставим какую-то другую башню, то танчик будет видоизменен. Следующим идет у нас Саладин, вот такой вот прикольный аппарат, тоже у нас здесь 6 колес, выглядит как такая коробка-снеговик, интересно, прикольно. Следующий танк ГСОР-1006-7, 9 уровень, с достаточно мощной пушкой, 390 альфа с выстрела, но есть какие-то нюансы у всех этих танков. Ну и последним танком, финальным является Концепт 5, 6 колес, огромная башня, огромная опушка и, казалось бы, этот танк должен быстро ездить, мощно стрелять и всех убивать. Но не тут-то было. В данный момент времени, ребята, мы начнем в этом видеоролике разбирать напрямую тактико-технические характеристики всех танков и будем сравнивать напрямую с веткой Леопарда 1. Поскольку идентичный геймплей, поскольку идентичные орудия, поскольку идентичная прокачка. То есть мы будем сравнивать новый танк Концепт 5 с Леопардом 1, а также полностью всю ветку прокачки машин, таких как Саладин, Индиан Панзер, Лео ПТА и ГСОР-1006, будем сравнивать между собой. Просто для того, чтобы вы, мои зрители, и те, кто посмотрит этот видеоролик, кому это будет интересно, не забывайте, кстати говоря, лайк прожимать и подписочку оформлять на канал, вы понимали, что вас ожидает, если вы приметесь качать эту ветку. Все комплектации абсолютно на всех танках у меня стоят с боновым оборудованием на всех, максимальные перки, максимальный экипаж, для того, чтобы были, скажем так, одинаковые условия, для того, чтобы вы понимали. Итак, первое, с чего мы начнем, вырублю для вас веб-камеру, это сравнение танков Стакхаунд и ВК-3002М. Оба танка шестого уровня, у обоих, скажем так, достаточно посредственное орудие, но самое, что забавное, орудие конкретно у Стакхаунда в разы хуже. То есть здесь у нас 125 миллиметров, 138 миллиметров пробития и альфа 125 у танка шестого уровня. То есть я абсолютно не представляю, кого можно вот этой вот пипеткой вообще будет заколошматить, при том, что у ВК-шки той же самой, достаточно орудия посредственное для шестого уровня. Здесь 135 урона и 150 миллиметров пробития. То есть даже у этого танка лучше характеристики, нежели чем у Стакхаунда. Притом у них одинаковый ДПМ. Точность лучше у ВК-3002М. Аж на целых 0,05 единиц. В разы, в миллиарды раз лучше. Плюс дополнительно у ВНы минус 8. То есть если мы разбираем вообще в принципе, да, концепцию танка вот этого шестого уровня и ВК-шки, да, Стакхаунда и ВК, то уже можно увидеть, что ХП больше, у ВНы лучше, ДПМ такой же, пробитие лучше, урон лучше с выстрела. Брони больше, при этом ездим мы, если говорить с точки зрения максимальной скорости, не сильно-таки медленно. Если говорить с точки зрения удельной, да, мы будем медленнее разгоняться. Мы более, скажем так, заметные. То есть маскировка у нас на 10% хуже. Однако обзор выше. Но для этих уровней куда выше и важнее как раз-таки обзор. Для того, чтобы ты, когда попадаешься против машин седьмого и восьмого уровня, ты хотя бы их видеть нормально мог, ты хотя бы их, чтобы хоть досветить нормально мог. А если у тебя хорошая маскировка, но плохой обзор, то ты как бы и их не увидишь, и тебя не увидят. Ну, такая палка в двух концах. А с пробитием 128 миллиметров, ну, как бы я, честно говоря, вот даже если мы возьмем голду здесь, да, голдовое пробитие, 190 миллиметров, я, честно говоря, не совсем даже понимаю, что можно делать с пробитием 190 миллиметров. Да, у этого танка оно примерно такое же, 194 миллиметра, но, блин, а ББшками что делать? Вообще ничего. Следующий танк у нас идет седьмой уровень, ВК-3002Д и ФСВСЧА. Вот, полноценно как он называется, к сожалению, здесь пока не получится это увидеть. Надо переходить в подробную информацию о машине. Но, в принципе, нам это и по барабану. Если мы рассматриваем пушку седьмого уровня, вот танк, да, он у меня вроде бы, а, он у меня не в максимальной комплектации, давайте сразу же его нарядим, чтобы у нас все здесь красиво, стильно, модно, молодежно было, да, то в максимальной комплектации у этого танка 150 альфа с выстрелом. На седьмом уровне, между прочим, у ВК-шки 220. Пробитие, да, конечно, намного лучше, 185 миллиметров, а если мы переходим, например, на пробитие голдой, то здесь аж целых 220 миллиметров. Но если вы переходите на пробитие голдой, того же самого ВК, то здесь 194 миллиметра. Пробитие как бы лучше, но у ВН-ов нету, минус 5 у ВН-ы, а здесь минус 8. ДПМ хуже, чем у ВК-шки, ХП на 250 меньше, чем у этой ВК-шки, плюс дополнительно брони нету, а у ВК-шки 120 миллиметров бронирования там башни и так далее. Ездят у нас танк, конечно же, быстрее, но не намного, быстрее именно со старта, а так максимальная скорость у них одинаковая. Маскировка, конечно же, лучше, однако обзор хуже будет наш на целых 13 миллиметров, то есть с точки зрения огневой конкретно мощи, да, огневой мощи и живучести, ВК просто на голову впереди, а ФСВ, что ему делать в боях, играть как ЛТ-шка? А зачем тогда такой танк, если у ЛТ-шки седьмого уровня, и то у некоторых пробития побольше будет. Например, берем тот же самый, я не знаю, там, Шпик, или как он там называется, у него и то 220 урон с выстрела. Следующий танк, Саладин, Индиан Панзер. Урон одинаковый, пробитие, грубо говоря, одинаковое, УВНы, у индейки лучше, точность у индейки лучше, ДПМ у индейки лучше, то есть по пушке однозначно Индиан Панзер выигрывает. Следующее, смотрим, ХП на 100 больше, брони больше, при том здесь у индейки маска у нас танкующая, да, то есть есть возможность танкануть маской. Далее, смотрим, касаемо незаметности, незаметность лучше у Саладина, однако скорость поворота шасси лучше у индейки, максимальная скорость примерно такая же, как у Саладина у индейки, 60 против 55, опять же, глобально нет разницы, но у Саладина она повыше, но со старта разгоняемся быстро. И одинаковый обзор, то есть по пушке, по броне индейка намного лучше, по маскировке хуже буквально на 8%, однако мы на восьмом уровне не в невидимку играем, мы не прячемся в кустах, мы не ПТшим с пробитием, извините меня, 221 миллиметр, мы как бы едем драться и куда-то ДПМе, и что-то вот вообще делать. Следующий танк, ГСор 1006, и он уже у нас идет в противовес Леопарду ПТА. Если, опять же, мы рассматриваем тактико-технические характеристики, у Леопарда пробитие основным подкалиберным снарядом на 30 миллиметров больше, альфа на 30 единиц выше, у этого танка такие же УВНы, но пушка вверх поднимается чуть лучше, но это особо нам нет разницы до этого. Конечная точность лучше у Леопарда, сведение такое же, ХП такое же, грубо говоря, броня такая же, грубо говоря, скорость такая же, грубо говоря, но разгоняется ГСор у нас получше, маскировка лучше, а маскировка на 9-10 уровне крайне сильно решает, нежели чем на уровнях ниже, например, с 8-го по 6-й уровень, там лучше обзора иметь, и обзор лучше у Леопарда ПТА. То есть, если мы вот просто банально сравниваем цифры, обзор лучше, маскировка лучше, пушка лучше. И самое, что важно, ДПМ у Леопарда 3200, у ГСора 2600. То есть, у ГСора 9-го уровня, СТ, которая должна быстро ездить, кимперить на дистанции, обладать всеми качествами полу-ПТ, полу-СТ, у нее ДПМ хуже, чем у ИСа 7-го. Это просто шок-контент. Ну и последний финальный танк, Концепт 5. В сравнении с Леопардом первым, имеет хуже бронепробития аж на 18 мм, Альфу на 10 мм побольше, УВН лучше у Леопарда, Точность лучше у Леопарда. Опять же, покажу вам. Одинаковая сборка, одинаковая полевая модернизация, все абсолютно у танков одинаково. И вот вам Леопард. Идентично, и вся полевуха, все абсолютно идентично. Точность лучше у Леопарда, сведение лучше у Леопарда, УВН лучше у Леопарда, пробитие лучше у Леопарда, Альфа, грубо говоря, одинаковая. И самое важное, ДПМ на 1000 выше у Леопарда, на 1000, у этого 2800, у Леопарда 3600, на 800 единиц, при этом ХП больше, броня башни лучше у Концепта, скорость выше у Леопарда, но уделка лучше у Концепта, то есть разгоняется выше, маскировка почти на 10% лучше у Леопарда и обзор лучше у Леопарда. Итогово, что мы имеем? Леопард лучше, чем Концепт, Леопард ПТА лучше, чем ГСОР, Индейка лучше, чем Саладин, ВК-3002Д лучше, чем ФСВ и ВК-3002М лучше, чем Стакхаун. Внимание, вопрос, а для чего нужна нам к прокачке эта какашка? Зачем нужно вводить такую вонючую, бесполезную ветку колесников, когда в них абсолютно нет никакого смысла? Зачем, если у вас есть аналогичная ветка с таким же стилем игры, с характеристиками лучше, чем у новой британской ветки колесников? Какова причина? Просто потому, что у вас есть колеса и вас не могут поставить с первого выстрела на каток? Ну, поехали в бой. Поехали в бой разбираться. Если честно, вот мне иногда кажется, дорогие друзья, пишите, что вы думаете об этом в комментариях, что разработчики, они вообще не понимают, в каком направлении они вообще двигаются. Вот у вас выходит новая ветка. Ваша задача, как для нас, для игроков, сделать эту ветку в первую очередь интересной. Вы должны ее сделать максимально интересной, интересной для игрока. Добавить колеса вместо гусениц не добавляет интерес игроку. Он видит, а, ну ладно, это колесики. И что дальше? Кстати говоря, попали мы первый бой на новую карту Сталинград. Записываю я этот видос с общего теста, поскольку это сейчас нет в релизе, просто для того, чтобы вы ощутили мое негодование и понимали, почему я так бомблю. То есть, их задача сделать интересной ветку, а потом сбалансированной, чтобы эта ветка была на уровне. Почему у этого танка, если это аналог Леопарда, нету схожих характеристик? Вы сделаете Леопарда, только Леопарда на колесах. Почему это вообще не близко даже аналог Леопарда? Кстати говоря, ни разу не играл на общем тесте на карте Сталинград. Очень интересно здесь поиграть. Ну и попробуем реализовать заодно нашу машинку Тарантайпа. Давайте даже, ну ладно, давай с серверным прицелом поиграем. В принципе, тут по барабану, я думаю, глобально. Вот. Разгоняемся. Выглядит этот танк, скажем так, забавно. Где-то даже немножко нелепо. Вот. Прокатываемся сюда. Наверное, не поеду я прям супер агрессивно на берег, потому что на берег, если я поеду, мне возможно дадут много выстрелов по лицу. Но вот, по крайней мере, вот здесь точно можно дать уверенный выстрел в... Понятненько. Молодой человек, так сказать, не сильно хочет в ноябре давать возможность не играть. Увидел, возможно, не рью, и все, у мужика крышку снесло. Даем выстрел. Ну. Там я не простреливаю. Здесь я тоже ничего не сделаю. Надо разворачиваться, на самом деле. Здесь, походу, у меня вариантов особо нету. Как драться? Уехать я смогу, вопрос, или не смогу? Есть четыре там тусит. Ну, я бы, на самом деле, туда поехал. Тут вопрос, проеду ли я. Попробуем проехать. Мимо мужиков. Подраться с ИСом четвертым. И Леопарду. Может быть, у меня это получится. Надо помогать Бабахе и Минотавру. Подкатываем на нашем колеснике. Закат в позиции. Даем выстрел. Альфа хорошая. Вообще, без проблем. Хорошо, одного взорвали здесь. Не пробил с голдового подкалибера каток ИС-4. Дал. Альфу. Кадешимся. Скорость полета снаряда, в принципе, в целом, если разбирать, то хорошая. Дали выстрел. Поехали дальше. Тут он с Бабахой дерется. Надо, наверное, подтаранить Леопарда. Ну вот, драка с Леопардом у меня. И он, вероятнее всего, перезарядится быстрее, чем я. Да, он перезарядился быстрее, чем я. И в этом всем замесе я дал 2200 урона. На Леопарде я бы уже здесь накидал бы три куска. И добрал бы и Леопарда, и всех других, ребят. Но да ладно. Это совсем другая история. Лирик. Едем дальше играть. Здесь никого не видно. Кстати, очень нравится карта. Много деревьев, много всяких заборов. Всего-всего тут прям много. Даем уроний. Ну и кадешимся. Перезарядка просто космическая, как для такого аппарата, по моему мнению. То есть, здесь перезарядка должна быть секунд... Ну, я не знаю. В 7,5-8. Здесь перезарядка сотню тысяч лет. Почему она такая? Зачем ее такое сделали? Я, конечно, пребываю в непонятках. И на табр. Набираем молодого человека. Ну и поедем за Ебром 105-м. Во всех этих замесах дал 3500 урона. Стабилизация, да, очень классная. Танк ездит? Да, ездит. Вроде бы неплохо. Но не более того. Не более того. Ездит нормально. Пушка по стабе, по точности, вроде бы хорошая. Но ДПМа нет. ДПМа нету, от слова совсем. Нету маскировки. Нету брони. Нету ХП. У ВНы, да, они вроде бы хорошие. Но это минус 8. Это не минус 10, вроде бы. Если мне, опять же, не изменяет память. У Леопарда минус 9. Вопросы. Везде постоянно вопросы. Это только первый бой. Наверное, еще один сыграю. Чтобы вам показать, что бой быстро закончился. Хочется еще на какую-то другую карту попасть. Молодой человек тут по берегу тусуется. Набираем его. 3 900 урона. То есть, танк однозначно, звезд с неба не хватает. Я не говорю, что он плохой. Это нормальный аппарат. На нем играть можно. Он дыхабелен. Он просто ненужный. Он ненужный. Он воняет какашками. Потому что есть более интересные и нужные аналоги. С броней есть Центурион Экшн Икс. Хорошая пушка. Причем пушка у Центуриона Экшн Икс. Если мы, например, просто смотрите. Вот два британца. Мы просто сравним две британские пушки. Один собрат Центуриона Экшн Икс. Второй у нас концепт. Посмотрите пушки. Пробитие лучше. Пробитие лучше. Фугас лучше. Скорострельность лучше. Точность такая же. Время сведения почти такое же. При этом ХП на 150 больше. При этом есть кумулятив. При этом есть броня башни. При этом есть адекватная скорость. Зачем нужен концепт Б? Хочешь поснайперить на дистанции прям далеко-далеко? Вот, пожалуйста, есть Леопард первый. Может быть, я что-то не понимаю. Но пока это выглядит именно так, что... Просто танк не сбалансирован. И самое, что забавно, что релиз этого танка. Он будет когда? Он будет послезавтра. Этой ветке. И каким образом вообще разработчики в целом балансируют танки так, чтобы на релизе машину никто не качал, ее никто не покупал. А покупали лишь иногда те, кто... Либо стример, либо у кого нечего качать. В каком направлении двигается игра? Для кого она так двигается? Я не понимаю. Второй бой. Карта линии Зигфрида. Эпичный переворот. Ломаем дерево, встанем в дерево. Попробуем отстрелять... Ебра. Ебра у нас полетела вперед куда-то. Куда-то непонятно куда. У них Ебра стоит АФК. Его, наверное, мы не прострелим. Надо поломать вот эти деревьицы. Даем урон. Откатываем назад. Урон на колесиках. Попробую ее пробландить. Че-то не сильно получилось. Для этого молодого человека тоже тяжело продамажить. ВЗ-шку не продамажил. Но ее убил Леха Данила. Окей. Поехали, наверное, батико. Прогоним к нему. Попробуем там что-нибудь сделать с этим батчатом. Еще, опять же, вот хотелось бы ему дать нормальные фугасы. Отличительная особенность британских танков. Хорошие фугасы. У всех британских танков отличные фугасы. Хэши. Есть. Либо отличное пробитие фугасом. Здесь пробитие фугасом 55 миллиметров. Чего? Где знаменитые фугасы британские? Почему убрали этого танка эти фугасы? Какой в этом смысл был? Это же, ну, просто... Это же просто даже нелогично. Потому что у этого танка обязаны быть фугасы. Он же должен контрить каких-нибудь СТ-х. Каких-нибудь ПТ-х картонных. Так, он должен взрывать за несколько выстрелов. А тут получается, что сам взрываюсь. Но... Никого не взрываю. Попробуем 60-ты парика убить. Даем ему урон. Подсветился 60-ты паря. Проеду чуточку вперед. Я вот сейчас должны мои союзники жестко рубить. Выбиваю топливный бак 62-ки. Она, наверное, сейчас поедет перестреливаться с кем-то. Выбиваю либо боеукладку, либо снова топливный бак. По альфе, конечно, все очень даже здорово. Вообще никаких вопросов. Но 10 альфы давать за минус 1000 ДПМ, это, конечно, вообще не суразно. Так. Т-110, и 5. Получают выстрел. Наверное, пока не имеет смысла ехать прямо к нему. Да, конечно, мужик на Т-110, и 5 ультрагений. Не, я, наверное, не поеду я здесь. Откатываем назад нашими маленькими колесиками. И поедем по нулевой линии. Наверное, да? Поехали по нулевой линии. К-91 светился. Остался один Т-110, и 5. Надо по-любому его убивать. Потом уже можно на базу возвращаться, потому что мы пока гибнем. Так, а где ей пятка? Она уехала, походу, куда-то. Засейвилась за дом. Дал-дал, ушел. Так, ну и он меня не засветил, само что-то забавно. То есть, по идее, я могу сейчас приехать, его просто убить. По идее. Да, его убило. Десять шестьдесят первый. И четыре. С одной стороны видим, с другой стороны нет. Ну и надо искать, наверное, арту. Четыре-четыреста урона я дал. Концепт там фуловенький. Четверую навряд ли убью. Так, К-91 взорвал. Причем самое что забавное, что в К-91 я долбанул. ББшкой. Ой, под калибером. И у меня все равно получилось его как-то снять. Дал. Может быть, кстати, затачим даже этот бой. Если мужик на АМХ сможет нормальный выстрел дать. Арту не вижу пока. Ну вот, то есть, точно такой же геймплей у меня был бы на Леопарде. Только в ДПМ я бы намного больше урона вывозил. Интуиция. Альфа не прошла. Попробую забрать. Хорошо. Этого мы сняли, мужикам. База берется. Наверное, возьму широкую. На широкую. По первой линии прокачу. Надеюсь, у меня получится. Закинул я такой выстрел блайндом в кусты. Мало ли. Вдруг зашел бы снаряд. Еду. Ждите. Господа. Сейчас нужно вот здесь перевалиться. И приехать прямо вот в упор. К ребятам. Здесь никого. Да, он там стоит. Добрал. Меня не пробил концепт. Здорово. Он убегает. Надо, наверное, ехать с базы убивать. Дал. Попробую подсовериться. Добрал. 6-300 урон дал пока. Не пробивает меня ебр. Ну и постараемся его забрать. Дал. Не пробивает меня молодой. И выигрываем мы этот бой. На самом деле все благодаря АМХ М4-54 моему союзному. Если бы не он, мы бы проиграли этот бой. Вот. То есть я максимально сейчас постарался выжить из этого танка все соки. Этот бой это апогей того, что может этот аппарат. Просто ну вот максимум. Внимание, вопрос. Смог бы ли я это сделать на леопарде? Да смог бы. Да и скорее всего я бы больше здесь сделал. И легче было бы катка. Я бы намного лучше бы ДПМ реализовал. Больше бы урона в 6ТП бы дал. Больше бы урона в 6Т2 бы дал. И так далее и тому подобное. По итогу за весь бой 10-ти почти минутный я дал 7-700 урона. За 10-ти минутный бой. Что было бы на леопарде? 10 тысяч? Возможно да. С вами был Нер Юнис. Будьте подписываться на канал. Что вы думаете о новой ветке британских колесных танков. Пишите обязательно в комментариях. Вам всем хорошего дня. Увидимся с вами в следующих роликах.